Я могу использовать в качестве подвоя? Могу. А та точка зрения, что семена от этого крупноклодного, там непонятные признаки, сочетание признаков, расщеплений генов, тогда как я в качестве подвоя? Вдруг он не зимостойкий? Как я могу использовать вот это покупного яблока, кросточки, там же вне зимостойкость нужна подвоя? У меня есть покупного яблока. Ну хорошо, свою мелку беру, я могу разве с крупного взять подвоя? Он умел бы жалеть, что это тихо. В лучшем мире, чем я беру, осенние полосатые, Балтика и Антонова. А у них зимостойкость будет нормальная? Самая еженостойкая, если перефон. Так, плюс, но тишу, не все. Ну это вы себе, вот запишите, кому нужно. Осенние полосатые, Антонова и Балтика. В качестве плевоя. Я могу идти с сеянцей? Вот здесь крупные. Щеянцы? Нет, щеянцы. Могу дать. Теперь, в качестве подвоя я беру куркуровку, мелкую дичку, сею семена. В качестве подвоя... Родится. Ну, я, собственно, вот это вот так и думаю, что это главный способ для меня есть. Про что мы берем? Это дичку. А, с семенами? Да, с семенами. Вот это как раз мы там перетирали через тройную зито. В качестве плевоя я это использовать, естественно, не могу. Естественно. Все. Ну вот вопрос еще был вот здесь у нас. То есть можно ли, не можно ли? Потому что, я думаю, что... Ну, так, ну, как у кого-то это какая-то настойкость у этой сеточки была? Самый лучший подвой это вот это. Это то, что это уже стабильный комплекс признаков у старых отобранных сортов, как на том, как полосатка, ну, и веками у нас. У них эти признаки более старые намного перебораться со своими, так, что они намного не только, но и так, что они... В отношении абрикоса в Миккистане, вот, в Сыньяхе, есть сорта, которые из поколения и поколения размножали только чеминами. Они суправляют и с комбинками. С берегов Енисея, так, косточковые, пишу, данные, много кто у нас просто так экспериментирует, и такие садоводы достаточно существенные, не ответственные, скажем так. Косточковые передают признаки очень с большой вероятностью, поэтому сливы, абрикосы, персики, сея, они, скорее всего, получат то, что вам нужно. Это вот это не практики. Сторож есть. Новый садов. У нас с нашими абрикосами такая тема. Везем с Омска силинцы абрикосов. Где взяли косточки, потом окольными путями знаю, в Сайногорске на базаре. Ну, классно, я ведро косточек просто выкинула. А потом я беру эти саженцы, ну, и почему они так делают. Потому что силинцы передают родительство. Ну, чуть крупнее, чем меньше, но имейте очень крупные. А можно еще вопрос вот касательно подвоев, да, там все нарисовано, значит, подвоев вот с дикоросов, а можно ли их клонировать? Вот вдруг у меня получился хороший вот подвой, я вырастил и семечки, да, подвой. Могу ли я сделать из него вот такой вот. Клон и клоновые подвой. Да, да, потом клоновые. Доверитесь сначала, чтобы он мог легко размножаться в дикосины. Черенками, я не знаю, каким способом, отводками. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Клон и подвой должен, кроме прочих свойств, зимостойкости, совместимости и прочих дел, легко укореняться. И маточники, ничего не трогаем, ты должен дать рекомендации. Этот подвой не так вот, он размножается только таким способом. Не таким-то, таки-то, таким-то. То есть, надо укатать, знать, насколько он легко размножается. Я понял, это исследование вообще. Да. Раз.